Ребята, всем огромный привет! Я очень рада приветствовать вас в нашем новом выпуске. Он будет необычный, не про проблемы на производстве и не про озон. Он будет про то, как я еду в бизнес-лагерь. Сразу ставим лайк, задаем свои вопросы. Погнали со мной в продвиж, и я думаю, это будет очень круто. Я прямо, я очень заряжена, я хочу новые знакомства, я хочу познакомиться с новыми крутыми людьми. Короче, вы со мной? Поехали! Держитесь в правых полосах. Она красива, словно болит. Да, Наташа? Даша, ты мне можешь скинуть этот адрес? Ну, где локацию? Широтон-люб. Метится ярче, лада манеет, но упустил нужный момент. Так хороша, но не моя. И это просто, жесть, какая погода, вы посмотрите. Ну что, я приехала, пойдем посмотрим, что там интересненького нас ждет. Я этого еще не рассказывала, но я работала и продолжаю работать в аэроэкспрессе. Я инженер по оборудованию депо. Просто я седьмой год в декрете, и как бы из декрета все никак не выйду. Так вот, я сейчас, когда ехала, собственно, сюда, приезжала мимо своего офиса. И вспомнила, как лет 9 назад я сидела в офисе, смотрела из окна на вот эти вот гостиницы, отели, и думала, Божечки, кто же эти небожители? Кто живет в этих гостиницах? Так вот, собственно, теперь это я. Давайте я поделюсь с вами своими ощущениями. Это безумно волнительно, очень. Я не представляю, что меня ждет. Я первый раз буду принимать участие в таком мероприятии. Ну, я реально переживаю, я волнуюсь. Вот, собственно, на это мероприятие мы двигаемся. Вот в этом мы принимаем участие. Бизнес Кэмптера, продвиж. Для нас нас встречают. Вот уже ребята выходят. Они со всякими участниками. Здравствуйте. Так, сначала на регистрацию, да? Сначала к нам. К вам? Ну, давайте к вам сначала. Золотарева Дарья. Вот он отельчик. Вот здесь нас встречает стойка с нашим бизнес-лагерем. Здесь стойка регистрации. Я жду, когда подготовят номер. Ну, и, собственно, свою подругу Наташу, с которой мы сейчас заселимся и пойдем по разным мероприятиям. Посмотрим, что нас там ждет. Ставим карточку и включаем свет. Я, собственно, в номере. Вот из себя, что он представляет. Здесь у нас санузел с косметикой, с зубными щеточками. Ну, в общем, все стандартно. Душевая кабина, туалет, ничего интересного. Две кровати. Как бы я приехала с подругой. Поэтому у нас две отдельные кровати. Здесь небольшой такой кофейный чайный уголок. Телевизор. Это все неинтересно. Давайте посмотрим, что у нас за окном. Это самый интересный вопрос. Ух ты! Бассейн. Главное, что бассейн сейчас вовремя. Особенно, вот, судя по погодике. В номер я заселилась. Вещи разобрала. Кофе, собственно, себе уже сварила. Пахнет очень вкусно. Знаете, что хочу разобрать? Мы, конечно, в ходе дали вот этот пакетик. Я еще не смотрела. Что там? Сейчас посмотрим. Так. Веревочка для бейджика. Бейджик VIP, ребята. Бейджик VIP. Понятно? Да, мы купили VIP-тариф себе. Дальше у нас ипотечное агентство. Крисмас Сити. Тут нам дали блокнотик. Продвиж бизнес-кэм. Так. Нужно связаться с ними, чтобы в следующий раз вот такие блокнотики они заказали, собственно, у Дарьи Александровны. Визиточка Крисмас Сити. Ручка фиолетовенькая Терра. Еще одна визиточка Терры. Типография. Таз из ДАТ. Похоже, короче, не закажут они у нас ежедневники. У них своя типография. Ну ладно. Найдем других. У нас там, в принципе, 500 предпринимателей. Сейчас мы других найдем, кто у нас закажет блокнотики. Думаете, я с этим блокнотом пойду? Я свой с собой взяла. Ладно, только надо будет взять вот это, да? Вот это нужно будет повесить себе на шею обязательно. Любой бизнес-форум начинается с бокала игристого. Иначе ни с кем ты не познакомишься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера был первый день нашего бизнес-лагеря. И я очень хочу поделиться с вами тем, что вчера произошло и под каким я впечатлилением. Я очень ждала выступления Игоря Ману, потому что я уже с ним была знакома. Я была на его выступлении, как я уже говорила. Конечно, после выступления Игоря Ману я исписала половину ежедневника. Я записала себе Зумпрайс, ББДЧ, Битуби Фэмили. Я записала книги, которые надо прочитать. Но я, когда уходила с выступления Игоря Мана, это было, знаете, на уровне кончиков пальцев. То есть ты как бы записала себе, но как внедрить это не знаешь. И потом я захожу в аудиторию, и там просто круглые столы, и ты выбираешь стол, который тебе нравится. Там были маркетплейсы, там были CRM-системы, там что-то еще было. Но я просто покажу, такой значок управления. Сидит молодой парень, и вокруг него ребята, которые задают мне вопросы по управлению. Это был управленческий разбор. Я получила разбор своей системы управления на производстве. Она рассказала про то, каким бизнесом я владею, что у меня производство. И Александр дает мне четкую схему управления на моем производстве. То есть я ему прямо задала вопросы, где мы лажаем. Вот я ему прямо сказала. Хотя я эту историю пыталась осваивать уже, не знаю, десятки раз, и у меня это не получалось. Я просто сказала человеку, на каком этапе мы лажаем. И Саша мне дал два инструмента, два инструмента, которыми это можно исправить. Короче, с понедельника это будет внедрено однозначно у нас на производстве. Дальше мы выходим, стоят столы, и куча идет игр. Игры, знаете, какие форматы? Это называется трансформационные игры. Я никогда в жизни не принимала участие в трансформационных играх. Я не знаю, что это такое, я не знаю, что это за формат. И стоят столы, там, что-то, где-то играют. Я подхожу к девушке, я говорю, что у вас? Она говорит, задайте свой вопрос, запрос, и просто вытащите карту. Я четко в голове задаю вопрос, на который хочу получить ответ. В принципе, я была на управлении на этот вопрос, хотела получить ответ. Я задаю вопрос, достаю карту, и мне вот просто на карте четкий ответ. Четкий ответ, который дополняет то, что мне говорила Александра. Вот знаете, вот кусочки пазла складываются в голове. У меня такого, не знаю, у меня такого врача реально, наверное, никогда не было. Это был шок. Мне кажется, мне уже одного дня бизнес-лагеря хватило для того, чтобы понять, где мои очень слабые места, где я проложалась как управленец. Я сюда ехала с целью познакомиться с людьми для продвижения своего бизнеса. А все развернулось так, что мне подсветили такие слабые моменты в своем бизнесе, которые сейчас я понимаю, что их можно максимально быстро ликвидировать. Вчера в 4 часа утра, мы в 3 часа расстались, в 4 утра с подругой ложились спать. Я понимала, и она понимала, что нам же можно просто отсюда уезжать и ехать домой, и все же это внедрять. Но это очень. И второй сегодня. Сейчас уже идет тренинг Ольги Поротновой. Я не знаю, что там за тренинг. Мы сейчас туда идем, будем смотреть. Она сегодня на весь день. Она сегодня спикер всего этого дня. Какие инсайты будут дальше, я не знаю. Я поделюсь с вами в этом выпуске чуть позже. Но я знаю точно, что сегодня нас ждет пижама-пати, для которой я купила новую пижаму и новые девочки. Я думаю, что это как-то разбавит вот это все, вот это душевное внутреннее, которое сейчас у меня происходит, потому что, потому что это правда, очень есть. Это реально очень, очень тяжело слышать от чужого человека. Поехали дальше. Пошли смотреть, что там на тренинге Поротновой творится. На хождение там несколько недель. Всего несколько недель у них начинает рассасываться скиллин. Без возврата. Поехали шел, вот у него есть такой потенциал. То когда вы с ним вот так работаете, он уйдет точно и быстро. Он все у вас соберет, все данные, технологии посмотрит и уйдет. И сделает свое дело. А вот здесь, наоборот, есть шанс, что он останется и вообще подумает, а ну мне надо. И у меня такие опыты были. Надо, чтобы он не впал в детскую позицию и не захотел защищаться. Я на тебя рассчитываю. Хорошо. Когда будет готово это? В понедельник. Окей. В понедельник до 12. Мне нужна эта задача. Важно, чтобы больше и чтобы всегда задача делась. Делали свое. Вот это не волшебная палочка. Но это единственный шанс. Все. Все. Смотрите, у нас у зайца. И кровать. Смотрите, у нас уйдет. Смотрите, у нас уйдет. Смотрите, у нас уйдет. Не доплыть тебе с тобой бережка. Завтра двух предпринимателей, собственно. Нет, Наташа, ежедневник. Друзья, покупайте ежедневнички с пряничком. Такая у нас коллаборация. Коллаборация. Это лучшее, что я видел. А вот, собственно, пряники, которые производят тоже ребята. Они производят сами. Обожаю вот эту надпись. Она у меня на ежедневниках просто. Такая. Возможно, все, но невозможное требуется чуть больше времени. Я шла на обед, услышала, как ребята продают пряники. А тут, собственно, посмотрите. Александр. Привет, друзья. Если что, не лидов нейропродажи. Сделаем бесплатный телеграм-канал и видеоразбор. И вот Анастасия, который... О, Анастасия, правильно? Анастасия, которую я очень давно смотрю на YouTube. Я обожаю просто вот эту информацию. И я очень хотела с вами видеться. И я даже не знала, что вы будете. Я за день узнала, что вы здесь. Спасибо. Вот здесь. Кстати, я прям вот ваше видео включала и в Варде. Значит так, мы менеджеру пишем какие-то вопросы. Я прям эти Вардовские файлы. Они у них до сих пор, они по ним работают. На плитку, Анастасия, дайте волшебную фразу, которую всех забрали. Да их нету, просто учлите базу. Так, наш бизнес-кэм подошел к концу. Я хотела записать это видео на следующий день, после того, как приехала домой. Но смогла это сделать только через три дня. Потому что я хотела эмоционально расставить приоритеты, понять, что со мной произошло. Скажем так, прописать шаги своих дальнейших действий. Одно из самых важнейших событий, которое со мной произошло, оно произошло в последний день, когда я собиралась уезжать домой. Честно говоря, я думала, я пообедаю и поеду домой. Хотя еще должны были продолжать выступления четыре спикера. То есть все происходило практически до девяти вечера. Я хотела в два часа уже уехать. В два часа дня я прихожу на обед, сажусь за стол и слышу, как сзади меня обсуждают продажу пряников. И так эмоционально обсуждают, что я просто не могла не развернуться и спросить, какие пряники, что происходит, расскажите. Я смотрю на человека, который рассказывает про это. Я узнаю его лицо, но не могу понять, откуда я его знаю. В итоге оказалось, что Александр, это бывший участник Дома-2, Александр Нелидов, еще из самого первого состава. И он сейчас в нейропродаже, в продвижении телеграм-канала. Он мне говорит, открой свой телеграм. Я открываю телеграм, и он просто за минуту, за одну минуту говорит того, чего мне не хватает. Здесь ссылки, здесь топливка, здесь того-то. Он просто одна минута с конкретными действиями, которые я прям беру и прием делаю. Вот так вот прям сразу, быстро, на лету. Мы садимся вместе за стол, мы обедаем, мы вступаем в коллаборацию с ребятами, которые производят пряники. Мы решаемся сделать пряники для наших заказчиков. И в какой-то момент я вижу, как в зал заходит девушка. Девушка, по видео которой я 5-6 лет назад писала скрипты продаж для своих менеджеров. Ребята, это оказывается Анастасия Белочкина, человек, которого я очень уважаю. Который я считаю профессионалом в своей отрасли. Это она придумала эти скрипты, по ним мы их писали, по ним мы работаем до сих пор. И она подходит к нашему столу. Собственно, она здоровается с этим Александром. Он говорит, Анастасия, присаживайся с нами за стол. И сама, ну просто я не могу сказать, сама Анастасия Белочкина, потому что для меня она реально буру продаж. И этот человек садится со мной за один стол. Мы с ней проводим обед. Я прошу ее поговорить со мной по своему бизнесу. Она проводит мне консультацию. Ну дальше мы уже с ней начинаем про личное, про детей, про похудение, про диеты. И я, когда сидела за плюсовом, я вообще не верила, что это происходит со мной. Я ехала в безысовую среду, а погрузилась в среду, где я сижу и разговариваю с человеком, который... Самый главный вывод, который я сделала, когда уехала оттуда, первое, что я очень много потеряла, что все эти годы я не принимала участие в таких мероприятиях, простите за таптологию. Это было огромное упущение для себя. Я решила, что, во-первых, я готова пойти на вставничество в ТЭРУ. Я очень этого хочу. Я обязательно буду принимать участие еще в таких мероприятиях. Я больше не хочу вот так вот одна денешенька строить свой бизнес, не общаясь с другими предпринимателями. Все эти годы свой бизнес я строила сама. У меня не было никакой опоры, никакой поддержки. Мне не с кем было посоветоваться. Все, что я делала, я делала по видео на Ютубе, интуитивно выбирая свой путь. И сейчас, когда я была на этом мероприятии, я поняла, что я это делаю интуитивно, но это можно было делать по шагам. Правильно организовывая структуру, правильно подбирая персонал, правильно расставляя приоритеты и, самое главное, правильно мотивируя людей. Я чувствую, что я еще не восстановила свой ресурс. То есть, так много эмоций прожила за три дня, что вот эти три дня я просто еще раз пытаюсь пережить это в себе, восстановиться. Я приехала в воскресенье домой и я просто упала. Я просто упала на кровать, потому что я не могла, я не хотела есть, я ничего не хотела делать. Я просто хотела лежать и думать о том, что за мной произошло. Я думаю, что мне для восстановления резерва еще понадобится один-два дня, а лучше полноценный отпуск на две недели. Все, кто смотрит это видео, потому что хотел бы поучаствовать тоже в таком мероприятии, я не то, что вам советую, я искренне, искренне рекомендую. Даже если вы боитесь людей, вы боитесь общения, вам сложно находить новые точки контакта, соприкасаться с чужими людьми в каких-то новых реалиях, едьте, участвуйте. Организаторы мероприятия обычно делают структуру таким образом, чтобы даже если вы не можете сами общаться с людьми и знакомиться, они организовывают мероприятие так, что люди все равно с вами идут в контакт. Это делается за счет тренингов, когда вас разбивают на несколько групп и дают задания, которые вы должны выполнять вместе, вы его обсуждаете. Вы не можете его не обсудить с другими людьми. Таким образом у вас вырабатываются новые точки контакта, новые знакомства. И вы выходите, ну я не знаю, даже для меня это было, тем самым выходом из зоны комфорта, когда ты за, там получается, 6 часов тренинга у нас было, за 6 часов тренинга каждые 15 минут менялись наши круги для выполнения заданий. Я познакомилась просто с таким количеством людей, ну я, наверное, за весь 23-22 год столько не знакомилась. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставим лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, задаем их, я с удовольствием отвечу. Если нужны кому-то контакты спикеров, я дам контакты спикеров. Если вы тоже хотите на такое мероприятие, пишите мне в комментариях на следующее мероприятие, поедем вместе. Кстати, стоимость участия была совсем невысокая. У меня был вид тариф проживания в пяти звездах, с трехразовым питанием, с кучей вот этих тренингов, три дня с пятницы по воскресенье, с алкоголем, и алкоголем достаточно приличный, я вам хочу сказать. Всего 29 тысяч рублей. Можно было взять одноместный номер, одноместный номер стоил по-моему 37 тысяч рублей на тренинг. Я считаю, что за такое мероприятие это просто копейки. Поэтому, кто хочет на следующее мероприятие, ставим... Мне, кстати, сотрудники сказали, что вот так вы делаете торпёры. Молодежь делает или вот так, или подождите, или вот так. Поэтому ставим вот так, пишем свои комментарии. Я рада, что вы досмотрели до конца. До новых встреч. Всем пока.